МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. 3 июля. Профессиональный праздник сотрудников ГИБДД. Дагестанские дорожные инспектора получили награды за особые отличия на службе. Детский отдых, высокая ответственность. Состояние республиканских детских лагерей проинспектировал глава Дагестана. Впервые в самом древнем городе Дагестана состоялся масштабный маджлиз. Жители города услышали мусульманские песнопения в разных вариациях. О том, как это было, сегодня в выпуске. Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции. Сегодня в управлении ГИБДД по республике Дагестан руководство учреждения наградило отличившихся инспекторов. На мероприятии присутствовал Камиль Девятов. Вот уже 81 год, со дня, когда была основана госавтоинспекция. За это время сотрудники ГИБДД не раз проявляли героизм, решая сложные и ответственные задачи. Они всегда обеспечивали безопасное движение на автомагистралях страны и продолжают заниматься этим по сей день. На свой профессиональный праздник пришли как действующие работники, так и ветераны службы. Я работал начальником управления с 2007 года. Легких дней не было, как и сегодня тоже, ребятам, которые несут службу. Это очень сложная работа. И, наверное, ощущаешь, когда уходишь в отставку тогда, что насколько это сложно. И я поэтому хочу действующим сотрудникам пожелать успеха в этой работе. В самом деле очень сложная, многогранная работа. Всех благ, удачи всем. Поздравить с профессиональным праздником инспекторов ГИБДД пришел заместитель министра внутренних дел республики Сергей Карпов. Обращаясь к присутствующим, Сергей Анатольевич отметил, что сотрудники ГИБДД, а в частности ветераны службы, являются специалистами с активной жизненной позицией. Они всегда делятся знаниями и передают свой опыт молодому поколению. Мы всегда вот в этот день будем с вами в этот день, на 9 мая мы обычно собираемся, на день сотрудника правоохранительных органов, я всегда приезжаю, всегда вас поздравляю. Дай Бог вам здоровья, вам, вашим членам семьи, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вас радовали ваши дети, ваши внуки. Большое вам спасибо. Спасибо вам за то, что вы сделали, за то, что вы поднимали вот эту деятельность госавтоинспекции в республике и передаете до сих пор свой опыт. Приходите, делитесь, рассказываете, подсказываете нам. Где-то даже с нарушителями разбираетесь, воспитываете. Личного состава хочу вам пожелать спокойных будней, семейного благополучия и здоровья. Затем отличившимся сотрудникам были вручены памятные грамоты, а ветеранам денежные вознаграждения от управления ГИБДД. Капитана полиции Китина Магомедовича Магомеда Магомедовича. Спасибо. Также за содействие в просветительской работе, проводимой в средствах массовой информации, был награжден грамотами и ценными подарками ряд информационных изданий, одним из которых был телеканал ННТ. После всей официальной церемонии собравшиеся возложили цветы к вечному огню. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне Рамазан Абдулатипов проинспектировал ход проведения оздоровительной кампании в детских лагерях. Главе региона рассказали о том, чем кормят ребят и как организована охрана учреждения. В рамках встречи Рамазан Абдулатипов пообщался с детьми, а также ответил на интересующие их вопросы. Первым делом Рамазан Абдулатипов осмотрел территорию лагеря «Ласточка», где созданы комфортные условия для пребывания детей. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе медпункт с набором лекарственных средств. В сопровождении вожатых и спасателей дети посещают морской берег. По словам Абдулатипова, отдых детей должен быть интересным и запоминающимся. Это единственное время, когда у вас круглые сутки есть возможность учиться, обогащать себя. А дальше такого времени уже не будет. Вы будете заняты хозяйством, мужем, женой, детьми, заработком и так далее. Следующим пунктом посещения стал детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег». Здесь главу республики ожидали дети не только из Дагестана, но и гостей из Луганска – ребята и девчата, оставшиеся без попечения родителей. Рамазан Абдулатипов отметил, что дети, находящиеся в трудном социальном положении, больше всех нуждаются в летнем отдыхе. И что благодаря таким практикам начинается более тесная дружба между регионами. Мы не заинтересованы, чтобы Украину разделять на кусочки и так далее. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что при этом режиме, чтобы им повелазило, значит, очень тяжело наладить нормальную жизнь. Но в перспективе мы все обречены жить вместе, рядом. Мы обречены быть братьями. Завершая визит, Рамазан Абдулатипов положительно оценил созданные в лагерях условия и работу персонала. Он также сообщил о намерении создать на базе лагеря республики центр для одаренных детей и построить лабораторные корпусы для практических занятий школьников, проявляющих способности в области химии и физики. Замрут Гамидова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ «Махачкала». В Дзербенте прошел масштабный концертный вечер в честь празднования Ураза Байрам. У подножья на рынка Лы жители самого древнего города смогли послушать нашиды на разных языках Дагестана. В числе приглашенных артистов были и те, чей голос дагестанцы слышали не раз. Немало прекрасному и наш корреспондент Ума Ибрагимова. И лишь в момент прощания с миром Бренным он, пробудившись, вечность обретет. В этом нашиде мусульманин называет Господу и повествует о пророке Мухаммаде, мир ему и благословении Всевышнего. Воспевание о любви к пророку, Богу или призыв к благому – основные элементы в любом нашиде. В этот раз они прозвучали на всех языках народов Дагестана, причем как сольно, так и в хоровом исполнении. Маджилис прошел только недавно, так как после месяца Рамадан многие мусульмане первые шесть дней постятся в месяц Шаваль. Это удваивает их вознаграждение. Всевышний каждому человеку за добро дает десятикратно. И люди, которые держат целый месяц Рамадан, а потом еще шесть дней месяца Шаваль, считаются людьми, которые всю жизнь постятся. Потому что если 30 умножать на 10, получается 300, а шесть умножать на 10, получается 60. В году есть пять дней, где запрещено держать урозу. В общем, получается 365 дней. Маджилис подобного масштаба в Дельвенте проходит впервые, поэтому поздравить с масштабным дебютом «Самый древний город России» пришел и заместитель Муфтия Республики. Хочу пожелать вам самого наилучшего для города Дельвента, для всей нашей республики страны. Пусть Аллаху Таалла нас всегда сохранит в мире, в покое, в радости и в счастье. Со всеми нашими любимыми, дорогими для нас людьми. Поздравления Муфтия Республики, постановки, а также небольшие ролики со встреч с президентом. Маджилис показал жителям Дельвента все выступления при урочении Кураза-Байрам. Подытожив все праздничным салютом. В Махачкале состоялся митинг против застройки территории народного стадиона. На спортивной площадке по улице Перова, прозванной в простонародье Баджо, возможно, вскоре проведут монолитно-кирпичное сооружение. Жители объединились, чтобы отстоять свои права на землю. Члены инициативной группы, школьники, студенты, именитые атлеты, юристы и неравнодушные аксакалы поселка Сепараторный просят прекратить подготовку к строительству. Ветерам футбола Али Пархугаджиев и президент Федерации футбола Махачкалы Джамал Генджиханов выразили крайнюю обеспокоенность по поводу того, где теперь будут бегать и тренироваться ребята, если на весь поселок это единственная физкультурная площадка. Мы рассчитывали, что этот клочок земли станет действительно народным. Чтобы здесь люди действительно могли проводить свои мероприятия и занятия. Мы уже взрослые люди. Мы уйдем, молодежь останется. Если сегодня мы это дело не отстоим, завтра вот такие дома будут здесь и пищи пропало. Неужели спорт для тех, у кого только деньги? В Махачкале дан старт чемпионату Дагестана по мини-футболу. Участниками турнира стали 10 команд из разных городов и районов республики. Чемпионат завершится в сентябре. По его результатам будет сформирована сборная Дагестана. На церемонии открытия участников и гостей чемпионата приветствовали руководители различных спортивных организаций. Президент федерации мини-футбола Республики Дагестан Анвар Магомедов высказал футболистам слова на путстве и пожелал справедливой победы. Очень рад поприветствовать вас, ребята, на действительно четвертом чемпионате Дагестана по мини-футболу. В этом году, как, наверное, все уже знают, в этом году ожидается очень интересный чемпионат, потому что много новых команд появилось, таких неплохих. Вы сегодня уже с утра видели, какие команды. В этом году четвертый по счету мини-футбольный чемпионат собрал команды из Махачкалы, Бавтугая, Шамильского, Кизлярского, Акушинского и других районов. Команда, конечно, в боевом настроении подошла к чемпионату. И, как и все команды, мы задаем задачи максимальные, можно играть лучше, чем лучше. Кстати, с каждым годом, все больше сильных команд. Турнир завершится к 9 сентября. Также по результатам чемпионата планируется сформировать сборную Дагестана для дальнейшего участия в фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который будет проходить в конце сентября во Владикавказе. Алина Хасамбекова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 58 рублей 96 копеек, евро 67 рублей 20 копеек. А на этом у нас все. Еще больше информации на нашем сайте nntv.ru. С вами была Хадежа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»